всех приветствую господа сегодня у меня третий раз уже за какое время как и выложил ролик в бракованном шлейфе недели две-три назад вот второй был мокрый с антенной и сегодня у меня дисплейный модуль redmi 5 плюс по моему не знаю кто из них постоянно очень ходовой телефон у нас смотрю часто носят и так менять будем дисплейный модуль выключаем смартфон достаем вот снимаем крышку смотрим что тут у нас как будем пристегивать дисплейный модуль честно говоря забыл спросить сколько он стоит думаю что-то около 20-30 евро думаю точно не скажу давайте его сразу проверим включаем шлейф включаем здесь дисплей будет неплохого качества судя по самому дисплею проклеен серединка проклеена у нас все заклеено каптоном управление дисплейного модуля быстро загрузился тоже на что-то по моему не работает наш дисплейный модуль рано его похвалил не реагирует никак давайте попробуем еще раз подстегиваем дисплейный модуль подстегиваем дисплейный модуль батарея включаем ждем загрузки и проверяем заработал подстегнул хотя вроде разъем застегнулся нормально подстегиваем код 1830 15 процентов зарядки нас предупредили не гури с в Вроде все нормально. Дисплей принес клиент. Поменяем. Итак, здесь у нас шлейф идет под батареей. Придется снимать батарею. Вижу жгуты двусторонние. Проверим, насколько они эффективны. Порвался. Проверим. 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 вылез прилично стёгиваем батарею давайте снимем отпечаток я вижу мешается остался кусок жгута все нормально шлейф ставлю на сепаратор как обычно дисплеем вниз ждем разогрева сепаратор у меня уже включен 100 градусов мигает на отметке 100 так садится батарея моей камере сейчас подключим чтобы не было неожиданностей итак сейчас попробую снять аппарат уже горячий посмотрим как пойдет нормально пошло как видите секунд 15 на сепараторе да он у меня стоял может чуть больше видите слез моментально резинка датчика так снимаем отставки закатываю чтобы не было на рабочем месте осколков не люблю я эти скотчи мне часто пишут в комментариях я читал почему я не клею скотч на разбитое стекло чтобы не было крошек ну раньше клеил как-то не знаю не привлекает мне этот вариант лучше не над столом а где-нибудь где потом можно смести снять дисплейный модуль чтобы крошки не оказались на столе и так поверхность нормальная аппарат у нас не гнуты сложенном замене уже ничего не вижу все просто давайте прикинем видите да отличие в оригинале по толщине вроде бы одинаковые вот здесь у нас черные наклеечки помимо каптонового скотча можно переклеить хотя особую необходимость в этом не вижу если не вообще отклеится нормально я думаю не будем здесь у нас все заклеено зачем нам лишняя толщина так дисплей клиент попросил сломанно его обратно вернуть не знаю зачем очень часто просят не не знаю что они с ними делают итак наносим B7000 на дисплейный модуль аккуратно вот это по-любому вылезет вот это по-любому вылезет давайте уберем десу и так вставляем дисплейный модуль аккуратно прижимаем по периметру ничего не вылазит у нас все отлично село вот здесь немного есть это все потом берется красиво аккуратно совмещаем отверстия и стягиваем батарею к сожалению оригинального скотча у нас нету да и нет в этом необходимости наклеим обычный скотч 3м чтобы не барахталась батарея внутри так без фанатизма не надо сильно заклеивать батарею часто мне приносят после других мастеров так заклеена батарея что просто невозможно ее оторвать и на клей и на скотч не нужно этого делать друзья вот в принципе и все простейшая замена такого набирающего оборота смартфона как Redmi 5 Plus как видите довольно часто мне на ремонт приносят сейчас будет мне смешно если тач не будет работать я думаю что все будет нормально надеваем крышку так забыл отпечаток все вроде ничего не забыли мы здесь ничего не откручивали все дисплейные модуляторы так просто менялись все работает что мне на мгновение показалось что опять глюч обязательно ставим на зажимы предварительно разогревать не будем я думаю спешки нету отлично села все даже клей почти нигде не вылез вот здесь немного потом срежу все господа всем спасибо это был Redmi Plus 5 Plus оставайтесь с нами подписывайтесь на мой канал всем удачи в ремонте и до новых встреч все догадались да друзья зачем я сейчас буду открывать забыл резину датчика благо не надо разбирать телефон полностью есть такое приспособление как сепаратор с помощью которого можно нагреть телефон спокойно его разобрать и ставить эту хреновую резинку которую я забыл и все температура аппарата сейчас 90 градусов поэтому не надо наносить никакой клей сейчас просто ставим на зажимы опять и схватится еще быстрее еще раз всем спасибо прошу прощения за этот косяк не забывайте мелкие детальки телефона от которых может зависеть его работа в частности от этой резинки которую довольно часто забывают вы знаете какие косяки могут быть поэтому обращайте внимание еще раз всем спасибо на связи ядов удачи